Тренировки у Софьи Лебедевой 6 дней в неделю, по 3-4 часа. На летних сборах доходят и до 10 часов в день. Когда мне было 4, наверное, года, мама просто как-то смотрела в интернете там какие-то виды спорта, и вот я заинтересовала этого. Ну, поэтому я и пошла сюда. Мне понравилось очень, ну, было хорошо. То есть иногда было больно, но это терпимо. Художественной гимнастикой Софья занимается уже 7 лет. Менять на другой вид спорта не хочет. Но согласилась на своем примере показать нам, как проводят тестирование. Основа – комплекс оборудования со специальным программным обеспечением. Оно, кстати, разработано ивановской фирмой «Нейрософт». После анализа 150 показателей программа выдает результат. За сбор данных отвечает медик Елена Захарова. Во-первых, выбор спортивного направления зависит от антропометрических данных, пропорции тела, конституции и даже состава. Мы тебе сейчас проверим состояние твоего тела. Что в нем находится, сколько воды, сколько жира, сколько липидов. Ну, то есть немножко вот такой момент. Проводится и психофизиологическое тестирование. Нужно определить скорость реакции, контроль произвольных движений, свойства нервной системы. Эти комплексы поступили в регион при поддержке Министерства спорта. Они работают с середины апреля в двух спортивных усердениях города. Пока исследования прошли 10 детей. Ну вот, например, ребенок занимался дзюдо, и ему подтвердил комплекс, именно результат выдал именно борьбой заниматься. Другой ребенок занимается бадминтоном. Было рекомендовано фехтование. Но ранее в детстве он сам вспомнил, что он именно хотел заниматься фехтованием. Сюда и туда. Три раза по 10 метров. Хорошо? Туда, сюда. Раз, два, пошел. Альберт Морозов как раз ищет занятие по душе. Родители отвели сына на дзюдо. Не срослось. Выбрал сам лего-конструирование. Через год заскучал. Был еще опыт наш совместный, так сказать, по решению. Это плавание. Тут у нас, конечно, все хорошо, но просто бассейн – это тоже холодная вода. Там свои проблемы по здоровью. И сейчас, на данный момент, мы хотим все-таки, кроме гаджетов, кроме школы, найти для себя хобби, какое-то увлечение, секции, которые будут ему по душе. Найти спортивные увлечения помогут во Дворце игровых видов спорта и в спортцентре «Арена». Ребенку должно быть от 5,5 до 12,5 лет. С другим возрастом программа просто не сработает. Записаться на тестирование легко. Один звонок – спортучреждение. Администраторы рецепции подберут удобное для вас время. Больше ничего. А сколько занимает тестирование по времени? По времени идет тестирование час 30, час 20. В зависимости от скорости детей, то есть, как они воспринимают информацию. Родители на тестирование не допускаются. Подготовлены зоны ожидания. С собой потребуется паспорт, свидетельство о рождении и справка из поликлиники об отсутствии противопоказаний к занятию физкультурой. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова